Здравствуйте, дорогие ученики и коллеги! Рада всех приветствовать! Сегодня я бы хотела поделиться с вами практикой так называемого цветного чтения. Наступает такой момент, когда нам с вами, когда мы учим детей читать, приходится читать сплошной текст. Или это слова в столбике или в строчке. В общем, сплошной скучный текст. И как можно разнообразить такое чтение, потому что читать нужно, и читать сплошной текст все равно придется рано или поздно. Единственное, что это очень скучно, дети быстро теряют интерес и перестают следить за текстом, соответственно, в общем, плохо усваивают материал. Поэтому что мы делаем? Мы распечатываем нужный нам текст, раздаем эти листы детям, чтобы их потом было не жалко. В общем, листы должно быть не жалко, потому что на них вы будете рисовать. Дальше предлагаем каждому ребенку выбрать цвет, который ему нравится. И тут можно как раз цвета повторить. Единственное, что цвета не должны повторяться. Можно повторить цвета. Пусть дети попросят a blue pen, please, или a yellow pencil, please. Каждый себе выберет. Значит, каждый получает цвет. Дальше вы даете очень простые инструкции и говорите, какое слово какого цвета. Ну, например, у вас там слова со звуком «э», там есть pen, ben и так далее. Вы говорите «pen is yellow». Даете четкую инструкцию. В этот момент тот ученик, у которого желтый карандаш или фломастер, обводит слово pen желтым цветом. И дальше вы говорите уже про другой цвет, там, например, «man is green». И человек, у которого, ученик, у которого зеленый, обводит зеленым и так далее. Значит, как только слова в тексте или в строчке или в кусочке заканчиваются, вы просите ребят прочитать каждые свои слова. Вы говорите «please read your green words», «please read your red words». И каждый читает вот эти вот слова. Вот тут, в принципе, очень это быстро делается, это удобно. Что нам это дает? Во-первых, ребята стараются следить, потому что каждый боится пропустить свой цвет. Они с удовольствием обводят. И они, когда это делают, в этом таком процессе, они слышат меня и соотносят звучащее слово с печатным текстом, что очень важно. А потом еще все это читают и закрепляют. Я вам сейчас покажу небольшой фрагмент такого урока с ребятами, которые только учатся читать. Злат, read your orange words, please. Okay, thank you. Read, please, your red words. Read your green words, please. Read, read, rich, 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 rich. Okay, thank you very much.